Давайте мы посмотрим краткие, вот именно как нам еще может помочь интуиция. Интересные истории я выбрала. Это я прошу прощения за скрины из книги, просто не успевала я их частично перепечатать. Билл инструктор по методу Сильва. Историю я брала метод Сильвы «Помощь от вашего подсознания» вот из этой книги. И вот у Билла был запрос, что ему изменить в своем питании, чтобы улучшить, там, по-моему, было что-то с улучшением здоровья. И видите, он пишет, что он узнал, что его сестра, я буду пересказывать, потому что я читала эти истории, но просто они здесь как скрины, что его сестра идет в магазин, он попросил ее купить Силантру. А мы знаем, что петрушка и Силантра, они очень похожи. И сестра купила по ошибке и принесла петрушку. И тогда Билл открыл в энциклопедии и прочитал, что, оказывается, под его запрос это идеальный продукт. То есть, таким образом, у него был запрос, и ответ ему вообще пришел через его сестру. То есть, вот действительно начинает жизнь происходить… А человек, который сейчас есть на эфире, я знаю, знает, как приходит иногда через таксиста необходимая информация. И в итоге все складывается самым наилучшим образом именно от правильного человека. То есть, вот так к вам начинает приходить информация. Диана пишет. Интуиция для поседневной жизни. Никогда не отличалась интуицией, никогда ни во что не выиграла. Но в последнее время точно знаю, как повернется та или иная ситуация, даже если ничего не предвещает такого исхода. Занимаюсь логистикой, машины ходят из Италии каждую неделю. Я точно знаю, какая машина придет в какой день, будет ли в ней бой или товар будет целый. Начальство приходит со мной советоваться. На самом деле, я тоже… Когда вы начнете работать по методу Сильва, развивать свою интуицию, вы тоже будете замечать. Вы о каком-то человеке подумали, и вы открываете почтовый ящик, от него письмо. Или вы о каком-то подумали, и он вам звонит. И так далее. То есть, вы начнете чувствовать заранее информацию, уже ощущать. Я иногда до минуты могу почувствовать, когда придет, например, кулер и принесет что-то. И я знаю, что еще не время уходить. Еще вне, сейчас он скоро курьер, да? У нас кулер по-эстонски, извините, мы часто называем кулерами, так и называем. Курьер. По-русски будет, да? Так, еще не надо, не надо, не надо. И точно приходит курьер, и тогда я могу покинуть. Хотя у нас можно и оставить, но просто вот это ощущение, что я заберу товар, который он приведет. Светлана помогла в решении жизненно важных проблем. Речь идет даже о спасении жизни. Написала книгу, тоже доверяясь интуиции. Предстоит еще очень много узнать. В медицинской практике. Здесь пишет тоже один из выпускников метода Сильва. Это тоже из этой книги. Он врач скорой, не скорой помощи, а как он, эмо, да? Экстренной помощи, да? Кабинета экстренной помощи. И вот он приезжает, пациент, и он может уже только находясь рядом с ним или посмотрев на него, уже почувствовать, в каком месте нужно искать. Представляете, насколько сокращается путь человека, когда он может ощущать эту информацию. Изабель, про которую я вам рассказывала, дочь Хосе, у нее настолько были развиты интуитивные способности, она в итоге стала ассистентом, по-моему, сестрой в операционной. И врачи уже знали о ее способностях сканировать человека. И перед операцией они всегда просили уже Изабель просканировать, убедиться, что когда будет идти операция, не возникнет никаких осложнений. Не нужно, например, какого-то дополнительного врача или какого-то инструментария подготовить и так далее. То есть Изабель помогала врачам в ходе операции. Перед операцией она сканировала и говорила, тут все нормально, осложнений никаких не будет, двигаемся в штатном режиме и так далее. То есть на самом деле применение в бизнесе, пожалуйста, сделку эту заключать или нет, покупать, не знаю, недвижимости, брать этого человека на работу или нет. В отношениях, я уже приводила пример, в отношениях мой ли это человек, например, как мне улучшить отношения с близкими, что мне сказать. Вообще не с детьми, особенно когда дети закрываются. У нас есть возможность использовать свою интуицию, чтобы почувствовать правильный подход, найти правильный подход к детям. Я использовала, например, интуицию для выбора репетитора для своего ребенка. Вы, наверное, знаете, я рассказывала эту историю, что мы готовили ребенка к поступлению в эстонскую гимназию. Нам нужен был репетитор на эстонском языке, и я использовала свою интуицию. В итоге это было просто колоссальное, колоссально правильное решение, потому что благодаря... Дело даже не в том, что мы поступили действительно в очень хорошую гимназию. Дело даже не в этом, а в том, какое влияние этот человек оказал на моего ребенка. Мой ребенок просто за год вырос, собрался, стал самостоятельным, стал серьезным. У него поменялся подход, он стал ставить цель. То есть он просто стал более осознанным, именно не просто вот расхлябанным ребенком. И сколько угодно я могу ему говорить, но когда эта информация исходит от человека с достижениями... А я вам говорила, что только после того, как мы начали работать с репетитором, мы узнали о нем подробности, о том, что он участвовал дважды в Олимпийских играх и последние Олимпийские игры, в которых он участвовал, они заняли четвертое место, к сожалению, их команда, он участвовал в соревнованиях по гребле. Но все же, то есть благодаря работе с этим человеком, мой ребенок тоже, у него стали формироваться цели. И тут очень важный момент. Смотрите, я как мама, помните, мы говорили о том, что есть такая техника зеркала сознания. Вы вчера проходили эту технику, и у нас есть мысленный экран, на который мы проецируем технику зеркала сознания. И мы все время, зная то, чего мы хотим, первый фундамент, мы знаем свои цели, мы знаем, чего мы хотим. И я знаю, каким бы я хотела видеть своего ребенка через 10, 20, 30 лет. То есть я могу, когда я даже с ним разговариваю, я могу в этот момент представлять перед собой, какой он будет через 10 лет, какая у него будет семья, как мы будем продолжать общаться, вместе путешествовать, какая у него будет, например, работа, не с точки зрения, я буду знать, кем он будет, но я буду знать, что он на хорошей работе, что он получает от нее удовольствие. Я буду даже, пока я разговариваю со своим ребенком, у меня постоянно идет проекция того, как вот небольшое такое направление, компас для него тоже, кем он может стать. А направление, то есть помощь приходит вообще от других людей. Я проецирую, а через других людей моему ребенку начинает приходить эта помощь как бы с точки зрения направления. Не я ему говорю, будешь хорошо учиться, будешь делать это, у тебя там будет. Нет, я просто спокойно проецирую тебя, все будет хорошо, ты будешь успешным, ты будешь счастливым, ты будешь здоровым ребенком, и через других людей ему приходят, ну, не ответы, да, но вы понимаете, то есть его направляют. И мой ребенок больше прислушивается к репетитору, к человеку постороннему, так часто бывает, да, мы можем совет принять от другого человека, а не от близкого, да, господи, достали вы уже своими нравоучениями, да, я и так все знаю. А тут другой человек, вы его уважаете, он ваш ментор, он дает вам совет, вы к нему прислушиваетесь. И вот таким образом как бы получается, что через других людей мое положительное программирование ребенка срабатывает. И так далее. Для руководителей, почему у меня проблемы с этим сотрудником, как я могу? Есть замечательные техники, где вы можете садиться на стул своего подчиненного, считывать его мотивы, настроение. И даже можете в кабинете, когда он приходит к вам разговаривать, на разговор, например, вы можете считать, как у него сейчас настроение, какое ему слово правильно сказать, как его замотивировать, потому что мы все очень разные. То есть у интуиции очень много разных применений. И я часто говорю, интуиция – это не битва экстрасенсов. Это не обязательно поиск людей, потерянных людей, да, например, пропавших людей. Это наш естественный, назовем его шестым чувством, да, который нам необходим для того, чтобы мы легко и быстро двигались по жизни. Итак, поставьте мне, пожалуйста, десяточки, кто хотел бы развить интуицию до такого, чтобы он мог получать быстро правильные ответы, совершать правильный выбор, получать информацию о намерениях тех же людей, близких, понимать, когда нужно отступить, а когда нужно, например, проявить стойкость и так далее. Например, у нас заболела собака на прошлой неделе, и я делала технику исцеления и заряжала воду, и постоянно программировала. Но моя интуиция мне подсказала – нужно ехать к ветеринару. Ситуация может выйти из-под контроля, может пойти осложнение, нужно поехать к врачу. И я взяла и поехала. То есть я начала с того, что я сканировала животное, заряжала воду, я посмотрела на обратную связь, обратная связь говорила о том, что нужно обязательно показаться ветеринару. Мы получили лекарство, сейчас уже собака у нас выздоравливает. И вот точно так же, например, ребенок приходит, у него там травмы или еще что-то, и я уже, у меня настолько развита интуиция, я уже могу сказать, нет, здесь все нормально, завтра утром ты будешь как огурчик, все будет хорошо у тебя. Или срочно едем в травму, предположим, да, и так далее. Спасибо вам, десяточки, да, благодарю вас. Итак, хочу тоже подвести такой небольшой итог тому, какие возможности открывает перед нами интуиция. Да, Оля, хороший вопрос, задай мне, пожалуйста, в конце его, я сейчас, чтобы не отвлекаться немножко, очень хороший вопрос, и, может быть, ты получишь на него ответ. Итак, смотрите, это цитата инструктора метода Сильва, тоже я рассказывала на одном из практикум по интуиции, как я просто открыла книгу, мне нужна была эта цитата, и открыла книгу прямо на этой цитате. Представьте, кем мы можем стать. Это то, к чему нас призывает Хосе, да. Когда ваше сознание переносится через пространство, через любые пространства, да, вы становитесь бесконечным. Когда вы переноситесь сознанием в иное время, прошлое, настоящее, вы становитесь вечным. Когда вы получаете доступ к любой нужной вам информации, вы становитесь всеведущим. Если вы способны устранять проблемы и управлять обстоятельствами, вы становитесь всемогущим. то есть развивая свое сознание, используя свой разум на весь тот потенциал, который в каждом из нас заложен, и вот эта методика метода Сильва как раз приводит к тому, что вы раскрываете этот свой потенциал, он есть в каждом, то вы становитесь бесконечным, вечным, всеведущим и всемогущим. Продолжение следует...